В том, где обращаюсь к подписчикам, говорю о том, что ребят, нужно проверять информацию, кто-то там говорит на своих каналах, блогеры, что полностью отменили иммиграционный лагерь, что теперь заявители без детей, заявители с одним ребенком. То есть те, кто направляется в иммиграционный лагерь, туда больше попадать не будут. И вот прямо сейчас я заливаю этот ролик, я рассказываю о том, что нужно сначала все проверить, нужно собрать материалы, нужно их перевести, нужно посмотреть источники, а потом уже делать такие заявления. И как раз вот сейчас я его заливаю, этот ролик, и прямо буквально 10 минут назад Откуда ты взял информацию об этом ролике? Ну, нам прислал один из наших подписчиков, вот посмотрите, вот видите, вот тот человек, он говорит, что там отменили иммиграционный лагерь, или вот такое яркое название, иммиграционный лагерь отменили. Итак, ребята, я сейчас вам прокомментирую, что произошло, чтобы было понимание. У меня компьютер, и я получил от нашего переводчика гражданский иск, это решение судьи Джеймс Эммануэль Босбер, номер 18578, всего 30 листов. Это суд округа Колумбии, Соединенных Штатов, ИССы Эсли Дэмус и другие. То есть у тебя прямой источник, получается, информации? У меня прямой источник, вот он прям лежит передо мной, меморандумы постановления суда. В общем, смысл такой, чтобы долго не вчитываться во все это, чтобы вы понимали. Значит, когда вы приезжаете на границу Соединенные Штаты, против вас работает закон об иммиграции гражданства, и свод законов 12.25.b. Он предусматривает, что если не гражданин США, прорывает Соединенные Штаты на границу и просит политическое убежище, у него есть страх и пытки и так далее, то есть с ним проводится собеседование, и определяется, что страх обоснован. Ну да, все, целесилование прошло, определил, да, действительно, человек угрожает опасность. И после этого, согласно этому документу, человека отправляли в иммиграционный лагерь, где он находился фактически, либо часть процесса, либо весь процесс. Но в то же время была директива 2009 года об условно-досрочном освобождении прибывающих иностранцев. То есть, если есть основания для того, чтобы человека отпустили, то его должны отпустить. То есть, например, если, допустим, приехали муж, жена и ребенок, жена с ребенком, естественно, ее сразу же выпускают в браслеты, а муж остается в лагере, то мужа должны отпустить. То есть, получается, по директиве отпускают без залога, под статус пароль, получается, это к этому относится? Да. То есть, сейчас говорится в этом постановлении о том, что генеральный прокурор, департамент внутренней безопасности, полиция, таможенная и пограничная полиция АИС, вернее, таможенная и иммиграционная полиция АИС, они нарушают свою же директиву. То есть, была директива по этой директиве, содержать в иммиграционном лагере, неважно, один вы приехали, или там, у вас один ребенок, и вас забрали, а жену с ребенком опустили. То есть, вас могут держать, если нет действительных оснований для того, чтобы вас опустить. А сейчас держат практически 100% этих людей. То есть, это неправильно, и директива не исполняется. И как раз вот это постановление, оно судебное, да? А почему это постановление именно сейчас стало актуальным? Потому что очень много людей подают на убежище, и очень много одиноких заявителей. Говорят, какие-то адвокаты выиграли суд? Да, как раз вот это и есть выигрышное дело. Какого числа это выигрышное дело? Ну, вот они подали так. Ну, буквально недавно, получается. Вообще, меморандум 2009 года уже работает. И, допустим, если вот вас забежали в иммиграционном лагере, вы всегда можете взять этот меморандум, эту декларацию, да, то есть, эту директиву об условно-досрочном освобождении, и уже ее использовать, чтобы показать ее офицеру АЭС, который вас курирует, департамент внутренней безопасности, отправить эту бумагу прокуратуру. То есть, эта директива, она работает. И по ней негуманно содержать людей в иммиграционном лагере, если, ну, у него супруга уже находится на свободе, у нее браслет на ноге, ну, куда он может деться, куда он может скрыться? Или, например, человеку, которому действительно угрожает опасность. Ну, о чем речь вообще? То есть, это здорово. Ребят, мы об этой директиве будем еще много говорить. Но, опять же, к слову хотелось уточнить. Опять же, не каждый может эту директиву применить именно в том моменте, да, в котором она нужна. Нельзя просто так распечатать с интернета и пойти с ней. Должны быть основания, обоснования и понимания, правильно? Да, то есть, насколько я сейчас понимаю, вот мы недавно об этом говорили, 11 июня, очень много иммиграционных судей, прокуроров поехали на юго-западную границу США, то есть в Аризону, в Нью-Мехико, в Техас, в Калифорнию, для того, чтобы там обеспечивать полностью быстрый процесс. То есть, насколько я понимаю, сейчас все будет изучаться таким образом. Человек приезжает на границу, его забирают. В течение трех-четырех дней с ним полностью проходит весь процесс. Если он подходит, если основания есть, если его случай попадает под, допустим, судебный прецедент, то есть, ну, вот этот случай уже был, и действительно у него есть основания, и действительно есть страх, и это не внутренняя проблема его государства, а действительно международная проблема, как некоторые у нас путают. То есть, заберут, все, он и сразу же освободят. А если у него, допустим, нет кейса, нет основания, или он думает, что у него есть основания, там, товарищ сказал, давай этот кейс на коленке сделаем, а ты, главное, туда в США попади, то сейчас этого не будет. То есть, я так думаю, что все будет решаться прямо на границе, и будут просто людей, либо которые действительно попадают под международное право, забирать и все сразу же, надавать статус беженца, либо отправлять домой. Это будет депорт. То есть, в любом случае у нас, получается, это легальная иммиграция. Да, это легальная иммиграция сейчас, ну, как говорили, да, то есть, вокруг этого очень много сейчас споров, вокруг этого сейчас очень много выявлений фактов несоответствия законодательства, и то, как его применяют, а те, кто должны его применять, это выгодил не только государство, но и простых людей. Человек прошел целый путь, он приехал в Мексику, он там потратил деньги на билет, да, там, он готовился, то есть, у него там действительно опасность, он не может больше находиться в своей стране. Он приезжает в США, там, его арестовывают, то есть, ну, без семьи, если он один, и содержат в миграционном лагере. У него и так уже проблема, да, то есть, у него и так уже стресс, а тут его еще забирают. Просто я сам сидел в миграционном лагере, я знаю, что это такое. То есть, я знаю, это действительно стресс, да, там, свобода ограничена, кормят, там, ну, так, как хотелось бы, ну, режим есть, но это не очень хорошо, это стресс. Потом после этого стресса человек выходит, но почему должны всех под одним ребенком? Если у человека там действительно есть основания, и нет оснований думать, что он растворится в США, сбежит куда-то там, и начнет там заниматься непонятно чем, его нужно отпускать. И вот чем мне нравится законодательство США, то, что находят такие вот директивы, да, что они работают, что, и, кстати, я вам скажу, что этот иск, он подавался в отношении генерального прокурора, сейчас даже тут есть, можно, кстати, зайти вот с той стороны и посмотреть, что это такое. Ну, это чем отличается США, что на любого абсолютно чиновника от мала до велика можно подать в суд и защитить свои права. Да, вот смотрите, в поисках защиты, изложенной в директиве, ИСЫ теперь обратились в суд. Они подали иск в марте этого года, 2018-го, против секретаря Министерства внутренней безопасности, Нитсена, также Томас Хоман, исполняющий обязанности директора АИС, генеральный прокурорст Джефф Сэшенс и директоров пяти отделений АИС. Их жалоба утверждает, что это сам было отказано в условно-досрочном освобождении в нарушении директивы АИС и что правительство тем самым нарушило закон и административную процедуру закона на регуляции гражданства и пункт, нежащей процедурой пятой поправки. То есть сейчас в данный момент, кстати, у меня Фейсбук, сейчас в данный момент будет все по-другому. Я думаю, что это будет прецедентом и этим нужно просто пользоваться. Всегда нужно изучать материалы. Сейчас, если мы откроем нашу почту, я не знаю, чем занимаются адвокаты, блогеры. У нас каждый день, и мы одну треть наших финансов, компаний тратим на то, чтобы находить эти бумаги, чтобы находить решения иммиграционных судов, решения апелляционных советов. Мы все это переводим. Это очень огромные затраты, это очень огромные материалы. Я открываю, допустим, то, что я получил сегодня, опять же, по округам. Это то, что было в 2018 году. Вот у нас, допустим, 10 округ. Открываем по 10 округу, у меня тут порядка 15 судебных прецедентов. Положительных. Положительных. Решения, которые можно применять при формировании кейса. Открываю 3 округ. 3 судебных прецедента, которые возникли сейчас. Допустим, открываю в этом году. Открываю, допустим, 3 округ 49 дел. Из них там есть выигрышные, есть проигрышные, но изучать и проигрышные тоже нужно, чтобы понимать, почему дали отказ. Так, допустим, открываем. Это все директивы вообще по всей базе 2018 года. Это не наша база. Это апелляция. Это апелляционный совет. То есть, когда, допустим, человек-заявитель проиграл в операционный суд, и он пошел оспаривать. Продолжение следует...